26 января Ненецкий округ присоединился к международному конкурсу «Молодые профессионалы», который будет проходить в Наринмаре по ряду профессиональных компетенций. Первыми соревновались ветеринары. Наша съемочная группа отправилась в Ненецкий аграрно-экономический техникум, чтобы познакомиться с участниками конкурса. Козочка-белочка стала одним из главных помощников в прохождении конкурса для ветеринаров. В этом ей содействовали два очаровательных песика. Белочка прибыла в окружную столицу с личного подворья из села Тельвиска. Судит конкурс главный эксперт, опытный ветеринар Анастасия Липунова. Конкурс проходит в ветеринарии, в компетенции ветеринарии всего здесь у нас 10 участников, 6 участников, 7 участников четвертого курса и 3 участников второго курса. Всего задания 7, 3 модуля в этих заданиях. Первый модуль – это лабораторная реакция иммунодиффузии и реакция аглюцинации. Ветственная экспертиза меда и молока, клинические случаи, УЗИ, клиническое исследование КЗ и хирургическое наложение швов. Студент-техникум Александр со школьной скамьи мечтал помогать животным и именно поэтому выбрал для себя профессию ветеринара. А теперь решил впервые попробовать свои силы в международном конкурсе. Сегодня у нас проходит WorldSkills по стандартам компетенции. Сейчас я буду проходить иммунодиффузию, буду делать, получается, реакции, потом я буду их взбалтывать и в холодильник. Как бы вот на этом у меня как бы все закончится и все. Для кого-то это уже не первое испытание в профессиональном деле. Светлана в конкурсе участвует уже третий раз. Нормально. Никакого волнения нет. Ну, в последний третий раз уже никакого волнения нет. А почему ты выбрала профессию ветеринар? Нравится работать животным. Всех животных очень заботливо и внимательно осмотрели студенты, будущие ветеринары, после чего сделали медицинское заключение. Все участники отнеслись к конкурсным заданиям с большим интересом. Без волнения, конечно же, не обошлось. Но справиться с ним помогали опытные эксперты в области ветеринарии. Юлия Казначеева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...